Новый год уже на пороге. Ждут его не только дети, но и взрослые. Деловые и серьезные в канун праздника мы все начинаем верить в Деда Мороза и чудеса. Ждем необыкновенных подарков сами и хотим осчастливить своих родных и любимых. Как это сделали герои следующего сюжета. Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! Слава Богу, ты пришел! Сразу стало хорошо! Без тебя какое шоу! Слава Богу, ты пришел! Главный персонаж самого любимого праздника Дед Мороз всегда приносит радость. Но это нелегкая задача для любого, кто попытается примерить сказочную дедову шубу. Тут мало просто бороду нацепить, здесь душой надо работать и доказать всякому, что этот зимний волшебник на самом деле существует. В этом умении и заключалась суть районного конкурса «Мой папа – лучший Дед Мороз». В нем приняли участие пять претендентов на это звание, которые показывали оригинальные образы и наряды, удивляли танцевальными и вокальными талантами. Зимние волшебники должны были пройти различные испытания. Кроме визитной карточки, необходимо было проявить свои способности и в творческом конкурсе. И, как выяснилось, Деда Мороза с каждым годом становится современнее и подвижнее. Оценить креативность Дедов Морозов помогло и новогоднее дефиле, где оценился костюм сказочного персонажа. И здесь участникам помогали группы поддержки, превращая номер в целую хореографическую постановку. Ты не стой на моем пути, да поверни фигула отгоня, ой, не поздно еще спаси, ведь тебя и меня. Битва Дедов Морозов была жаркой, к счастью, никто не растаял. Несмотря на то, что посмотреть на их приключения собрался полный зал. И хотя это лишь репетиция самого любимого всеми праздника с веселыми поздравлениями и искренними пожеланиями, с главной задачей подарить своим детям сказку новогодние волшебники справились. Дед Мороз, да у тебя глаза-то папины, значит, ты самый лучший Дед Мороз. Сейчас, несмотря ни на что, я готов дарить своей семье подарки и праздники. Хотя порой бывает это не так-то и просто. Жюри оценивало как исполнительское мастерство и находчивость каждого участника, так и их творческую индивидуальность. В итоге бесспорным победителем конкурса «Мой папа – лучший Дед Мороз» стал городчанин Сергей Ермоленко. А в том, что он лучший, его семья не сомневается. Он всегда такой. Он и веселый, и спортивный у нас, и с дочерью всегда занимается, и уроки с ней делает. Мне кажется, все-таки стандартный подход, то, что дедушка в шубе и в бороде, но это как-то все-таки уже немножко поднадоело всем. Поэтому хотелось как-то немножко выделиться, наверное. Ну, вроде бы как все-таки это удалось именно поэтому, чтобы выделиться из общей массы пока. А самое дорогое вот в этом во всем, как вы считаете, победа в конкурсе? Самое дорогое – это то, что все-таки в конце концов понравилось моему ребенку больше всего. Быть настоящим Дедом Морозом – это искусство. Новогоднему персонажу обязательно надо владеть артистизмом, уметь петь и танцевать, а главное – иметь доброе сердце и самому верить в чудеса.